Привет! Как дела? Сегодня я расскажу об одном из западных лондонских районов, в котором я училась в школе английского языка и где мне удалось пожить около года. Это район Фуллом. Лондонский район Фуллом входит в целое образование под названием Хаммерсмит и Фуллом Боро. Вообще Лондон разделен на несколько Боро, ну так скажем области лондонские, которые включают в себя по несколько районов, допустим, Кенсингтон и Челси, Хаммерсмит и Фуллом и другие. И вот я сегодня начинаю еще одну серию рассказов о районах, в которых мне удалось пожить, которые я неплохо знаю и которые могу показать в своих фото и видеоматериалах. Итак, в район Фуллом я попала не случайно, именно там находилась моя первая школа по изучению английского языка. Она называлась London Study Center, то есть лондонский центр изучения английского языка. И туда я именно и поехала начинать свою жизнь в Англии. То есть оформилась в эту школу. В принципе, в этой школе учился мой брат, он мне и оплатил первый год моего обучения. И благодаря этой школе я получила студенческую визу и начала свою жизнь в Лондоне. Поначалу я путешествовала в этот район из Стратфорда, где я жила у брата первые 4 месяца. Потом я переехала в Вимблдон и там уже недалеко было до этой школы ездить буквально пару остановок метро. А уже через год я нашла работу в качестве хаускипера в этом районе, в районе Фуллом. И уже добиралась до школы буквально 15 минут пешком. Итак, что я могу рассказать об этом районе? С севера он граничит с районом Хаммерсмит, о котором я вам тоже буду рассказывать. Там мне тоже удалось пожить около 3 лет. С юга Фуллом граничит с районами Баттерси и Бонсфорд. К восточной границе прилегает район Челси. А с запада он граничит с районом Партни и Чизик. В принципе, район Фуллом имеет всего 3 остановки метро. Ну, насколько мне удалось насчитать, это Фуллом Бродвей, Парсонс Гримм, где я, собственно говоря, училась в школе. И Патни Бридж. Есть еще одна остановка Оверграунда. Это Империал Ворф. Честно говоря, один раз я была там на собеседовании, приходила русским девочкам готовить борщ. Но об этом я как-нибудь попозже расскажу. Очень мне понравился этот район, Империал Ворф. Но, к сожалению, по нему я больше не гуляла и, естественно, не снимала ни фото, ни видео. Но очень красивый район. Если когда-нибудь еще попаду в Лондон, обязательно туда съезжу и прогуляюсь там и покажу вам. Моя школа английского языка находилась неподалеку от станции метро Парсонскрин. В этом райончике огромное количество локальных магазинов, которые считаются семейным бизнесом какой-либо семьи. И там вот среди этих магазинчиков была наша школа, несколько пабов, в которые мы ходили отмечать окончание семестров. В одном из пабов, как раз под нашей школой, у нас школа находилась на третьем и четвертом этаже, а паб находился как бы на первом и втором. Однажды ночью кутил принц Гарри. И на следующий день я прихожу в класс и вот такую вот новость мы получаем от учителя. Мы все такие, вау, вау, принц Гарри был вот где-то вот рядом вот тут. А потом для меня королевская семья стала как свои люди, потому что очень часто я их встречала на различных королевских мероприятиях. Потом, в 2018 году, когда я уже стала учиться в университете Западного Лондона, мой педагог по этике, мы как-то с ним разговаривались, я первая пришла на урок, а остальные опаздывали. И просто зацепились как-то языками, стали разговаривать. И оказалось, что он был директором этой моей школы английского языка. И именно он организовал этот бизнес и спрашивал меня, как я туда попала. В общем, нашли общий язык. Также мы с ребятами у меня в классе в основном учились латиноамериканцы. Часто ходили и в пиццерию, и в пабы, а также часто гуляли по району. С одним из моих друзей, его звали Мутасим, он был из Палестины. Он как-то мне упал на хвост только потому, что я однажды уже была на каникулах. Пришла в школу, чтобы получить там какой-то документ, потому что я уезжала, что я на каникулы, чтобы меня пропустили потом обратно на таможне. Ну, студенту это надо было всё предъявлять на таможне, чтобы не было проблем. И там вот я его встретила, и он мне жаловался, что у него очень сильно болит правый бок, вот он прям весь такой скрюченный был. Я говорю, у тебя, наверное, аппендицит. В итоге, когда я приехала из России, он говорит, знаешь, ты была права, мне вырезали аппендицит. Кстати, там находится Чарингрос госпиталь рядом, и он рассказал мне, что он долго ждал скорую помощь, около 6 часов. В итоге он недалеко от госпиталя жил и сам еле-еле кое-как доковылял, и там ему сделали операцию и вырезали аппендицит. Так он мне за то, что я сказала, что я поставила ему диагноз, был настолько благодарен, постоянно со мной разговаривал, что-то мне рассказывал. И в итоге мы с ним стали друзьями, часто гуляли не только в районе Фуллом, также он приезжал ко мне в Женбилдон, когда я там жила. Мы и по парку гуляли там, и делились общей информацией, как же нам продлить дальше свою визу. Мы такие были друзья по несчастью. Сложно было на тот момент нам продлевать визы. Были большие ограничения, и ему пришлось вернуться обратно в Палестину. Ну а я задержалась, проучилась еще в двух университетах, и все равно пришлось вернуться домой. В принципе, Фуллом это спальный район. Здесь очень мало чего находится. Даже супермаркет единственный в районе Фуллом-Бродвей, это был Сейнсбурри. Туда, в принципе, я и ходила за продуктами. Был еще Моррисонс, но в Моррисонсе мало какие продукты меня интересовали. Но именно там находится очень хороший продуктовый рынок. Овощной, фруктовый, именно туда я ходила и с Хаммерсмита, и с Фуллома покупала овощи и фрукты. Это улица Норда Энд Роуд. Самый классный рынок во всем Лондоне, который я посещала. Там все продается в таких боус, то есть в тарелках глубоких насыпят, допустим, штук 8 яблок. И все это по одному фунту продавалось. Сейчас, наверное, так как цены выросли, фунта по 2 продается. То есть огромное количество фруктов, ну, около килограмма-полтора, все по одному фунту было. Я помню, однажды я купила 42 манго за 2 фунта. Там коробка целая была. Ну, конечно, половина из них гниловатые были, но, по крайней мере, из этих манго я прямо гнала и гнала соки. Но на тот момент я увлекалась соками, поэтому накупила огромное количество фруктов. В этом районе находятся два знаменитых футбольных клуба. Это Челси и Фуллом. Ну и, естественно, в этом районе находятся их стадионы. Если у Челси это Стамфорд Бридж стадион, в принципе, он граничит с районом Челси, поэтому, может быть, он и называется, этот клуб Челси. Может быть, когда-то он принадлежал к району Челси. Честно говоря, я не знаю историю названия футбольного клуба. Если кто знает, пишите в комментариях. А также футбольный клуб Фуллом, куда мы с моими одноклассниками на одном из уроков по английскому языку ходили весной гулять и увидели этот стадион, который называется Craven Cottage. Кроме того, здесь находится огромное количество парков. Один из которых я часто посещала, это Бишопс парк. Там проходит ежегодная гонка по академической гребле между Оксфордом и Кембриджем. Об этом я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. А также, когда я жила в Фулломе, очень часто, практически каждый день после уроков бежала в Харлинхэм парк. Он находился прямо рядом с моим домом, буквально две минуты пешком, и там делала домашние задания, загорала и читала по-английски, готовилась к своим экзаменам. Однажды я увидела там мужчин, скачущих на лошадях, с клюшками и гоняющими шарик по полю. Оказалось, этот парк принадлежит клубу Харлинхэм, в котором проходят ежегодные соревнования по полу. И вот они готовились к этому мероприятию. К сожалению, мне ни разу не удалось посетить этот чемпионат. На тот момент я еще не снимала репортажи и не знала, что существуют такие состязания. Может быть, когда-нибудь тоже попаду на этот чемпионат, сниму и расскажу, и покажу, что же там происходит. Помимо этого, есть небольшие локальные парки, такие как Parsons Green, Lily Road, где родители с детьми гуляют, играют, такие небольшие плейграунды. Также на севере существует The Queens Club. Это теннисные корты, на которых проходят чемпионаты в преддверии Вимбилдона. Кроме того, здесь существует два огромных кладбища. Это кладбище Фуллан, которое я однажды проходила мимо, когда снимала репортаж о районе Фуллан. Немножечко сняла и его. А также рядом со стацией метро Баронскорт, где я училась уже в следующем английском колледже и жила там неподалеку, существует кладбище под названием Маргрейвен. Я слышала о нем собачники, с которыми я выгуливала собак в моей следующей семье. Мне рассказывали, что они часто там гуляют. Вообще, у англичан кладбище это как парк, как место прогулок. И в принципе, они такие у них старинные, что там реально просто приятно гулять и наслаждаться природой, рассматривать старинные памятники. Об одном из таких кладбищей, Вест Промптон, которое, кстати, находится в районе Челси, я тоже вам буду рассказывать. Мы там часто проводили время, прогуливались, и не было вообще никакой жути и какого-то страха перед этим так называемым парком. Еще одна очень большая зеленая эрия, ну так скажем, тоже парк, под названием Эльбрук, находится в районе Парсонс-Грин, недалеко от стадиона футбольного клуба Челси. И именно там, в 2015 году, мы со всем районом встречали победителей английской футбольной лиги 2014-2015 года, игроков футбольного клуба Челси, которые проезжали на автобусе и махали нам руками. Об этом мероприятии я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. В 2017 году на станции метро Парсонс-Грин, там, где я, в принципе, выходила, всегда и шла в свою школу, но на тот момент я уже там не училась, произошел так называемый теракт. В вагоне лондонского метро кто-то поджег ведро и подозревали, что там была заложена бомба. В общем, всех выпустили со станции и практически полностью перекрыли район вокруг станции метро. На тот момент я сотрудничала с французской компанией, услышала о том, что произошло, и побежала снимать, потому что меня попросили попробовать снять репортаж, собственно говоря, о самом теракте. Ну, конечно, на станцию мне путь был закрыт, но, тем не менее, я сняла полицейский кордон и стала отбегать вокруг района, искать более удобную позицию, чтобы увидеть вот этот вот поезд лондонского метрополитена, который все еще стоял на станции Parsons Green и села на хвост другому фотографу, который там тоже забегал на разные этажи жилых домов, стучался в двери к людям, просился поснимать оттуда. Но нас никто не пустил. В итоге, зная этот район, я сама решила оббежать вокруг, там, где был хоть какой-либо доступ. Вообще, достаточно далеко от станции метро, все было перекрыто полицией. Но, тем не менее, мне удалось попасть в какие-то гаражи, где была пожарная лестница. Я по ней вскарабкалась высоко, меня оттуда уже охранник сгонял, говорит, давай слезай оттуда, я тебе не давал доступ туда залазить. Ну, просто я сама поднялась на лестницу и реально сняла этот поезд, который стоял на станции и вот с которым произошел такой вот теракт. Все это отправила в новостные источники и несколько раз продали этот материал в различные СМИ. Ну, конечно, всякие теракты и беды я не люблю снимать, но раз уж так получилось, что я находилась рядом и знаю, что там никто не погиб и все обошлось, я вот так вот решила сбегать и поснимать. Такое вот трагическое лондонское событие. Вот такая вот жизненная история, связанная у меня с районом Фуллом. Очень хороший, такой спокойный и, можно сказать, приличный район, который считается дорогим районом Лондона. О других районах я буду рассказывать позже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok